Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. В данном видео мы разберем одну из основных тематик, которая волнует украинцев, которые работают в Польше, и как засчитать тот стаж, когда вы отработали в Польше, как его засчитать в ваш общий пенсионный стаж, чтобы оно ишло вам уже в пенсию. В 2012 году Украина и Польша подписали соглашение, по которому стаж одной из этих стран вчитывается в другой стране для начисления вам пенсии. Учет происходит по принципу один к одному, то есть сколько лет вы отработали в Польше, столько лет вам и засчитается в Украине. Как же рассчитывается польская пенсия для украинцев? Все очень просто. Все перечисления, которые вы, либо ваш работодатель, делали на пенсионные счета, все отчисления в ЗУЗ будут разделены на среднюю продолжительность жизни в месяцах. И чтобы высчитать более точные цифры, вы можете воспользоваться калькулятором пенсий с официального сайта ЗУЗ и посмотреть, сколько вы сможете получать пенсию из ваших отчислений. Так как же засчитать польский стаж в Украине? Дело в том, что районные пенсионные фонды в Украине не знают о том, что человек работал за границей. И поэтому стаж автоматически не будет зачисляться. Нужно сообщить о том, конечно же, что вы работали за границей, чтобы ваш стаж за границей был учтен в Украине. В данном случае необходимо обратиться в международный отдел пенсионного фонда, который существует только у областного отделения, который и занимается международными пенсиями. Именно туда и нужно обращаться для зачисления вашего времени работы в общий пенсионный стаж. Именно в областной пенсионный фонд, который занимается международными пенсиями. Для того, чтобы сообщить пенсионному фонду, что вы работали за границей, нужно предоставить два документа. Первый документ это выписка о том, что человек действительно был трудоустроен за границей в той компании и делал отчисления в ЗУЗ. То есть работа была легальная, человек или работодатель платил за него налоги и все это должно быть документально подтверждено. И второй документ это справка с размерами ежемесячной заработной платы по месяцам. То есть сколько вы получали каждый месяц. Данные документы нужно перевести на украинский язык и подать в областной пенсионный фонд либо лично, либо по почте. Но документы подаются по месту жительства, поэтому вы должны подавать в той области, в которой вы прописаны. Ну что же, думаю вкратце вы поняли, как зачислять стаж из Польши в Украину. А теперь же разберем, как получать польскую пенсию в Польше. Основным же и главным критерием для того, чтобы получать пенсию в Польше, должен быть тот факт, что человек проживает на территории Польши, когда будет получать пенсию. То есть нельзя уехать в Украину, проживать свою старость, но получать польскую пенсию. Вы должны обязательно жить на территории Польши. И для перевода украинской пенсии на польские счета, вы должны подтвердить право на получение ее. То есть, если вы работали до этого в Украине, у вас есть определенный стаж, вы хотите внести его на польские счета, вы должны это подтвердить. И для того, чтобы подтвердить, вы должны предоставить документы, подтверждающие факт работы, а также отчисления в социальные фонды. Для этого подойдет либо справка с работы, либо выписка с пенсионного фонда, либо сведения об учебе, военной службе и так далее. И, конечно же, в этом случае все документы должны быть переведены на польский язык. Чтобы более детально узнать, как делать эти переводы, вы должны обратиться в пенсионный фонд в том воеводстве, где вы живете. И более детально узнать, какие документы им требуются для того, чтобы перевести украинский стаж в Польшу и получать там польскую пенсию. Ну что же, друзья, надеюсь, это видео было вам интересным и полезным. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А также напомню, что всех тех, кого интересует бесплатный перевод денег из Европы в Украину, ссылку для бесплатных переводов через TransferGo я оставлю внизу в описании под видео. По ней вы получаете бесплатные переводы абсолютно по всем направлениям, поэтому регистрируйтесь сейчас, а перевести сможете позже. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока!